Всем привет, это Едим ТВ И сегодня у нас в гостях конь А кто же ты конь на самом деле, интересно? Конь в пальто А где же пальто? Вот единственный вопрос Вот этот человек вернулся из Индии и других стран Сегодня мы поэтому будем готовить какую-то странную непонятную хрень Начнем мы с приготовления панира Панира это базовый индийский сыр Потому что это единственное что-то, что на сыр похоже у них и есть И делается очень просто Нам понадобится молоко и лимон Можно немного посолить и какие-нибудь другие вкусы, если вы заходите поэкспериментировать В Индии не экспериментируют В Индии они уже как 3000 лет назад придумали что-то, так с этим и живут Канализацию не придумали и вот так и без нее и живут Но в принципе так и есть Ты знаешь, что у них мусорно-сжигательные заводы повсюду Идешь и везде мусор горит Просто везде Это заводы или в смысле просто люди поджигают помойки? Просто люди поджигают помойки Заливаем молоко, доводим его до кипения Ну а как у нас 2 литра 2 литра, да Но как всегда подробности вы увидите на нашем сайте, если пройдете по ссылочке под видео Пока кипит молоко, приготовим рис В Индии я полюбил басмати, потому что черт это реально охрененно вкусный рис Если вы смотрели наш рецепт про карри, вот мы там его еще использовали Он из вот таких вот маленьких рисинок разваривается в гигантские полумесяцы Рис мы замочили, потом мы его промоем, потом будем варить На каждый стакан сухого риса мы возьмем полтора стакана воды Смотрите сюда Вот это вот самое классическое индийское сочетание Это просто самое-самое индийское сочетание Чеснок с имбирем в Индии продается прямо в пасте Но она такая паршивая, что лучше делать ее с мамой Слушай, мы так вообще сказали, что мы готовим сегодня? Сегодня мы готовим панир И из него будем готовить палак панир В переводе означает панир со шпинатом С палаком Там все очень просто с названиями, из чего готовят, так называют Чистим и измельчаем имбирь А ты, значит, сейчас измельчишь чеснок и лук И лук, да А лук тоже измельчаем мелким кубиком? Ну, скажем так, чтобы лучше пробивалось в блендере В принципе, все равно, что мы сейчас будем делать Да, каким кубиком, каким треугольничком, да А в Индии есть блендеры? Да Вот что, что... Ты их изобрели 3000 лет назад? Нет, раньше они изобрели себе ступки То есть они все били в деревянных каменных ступах А когда к ним приехал с запада блендер Они были так рады, я не знаю, вот что-что У них больше половины кухни, что-то готовится в блендере Смотри, имбирь волосатый Да, у них довольно-таки волосистая структура У меня есть один знакомый Короче, он наполовину индиец Он в России вырос, там, в Москве Но он туда ездил периодически И он по какой-то причине, я не знаю, кстати, почему Он не брился никогда в жизни Может, сейчас уже брился? Ну, есть у них специальный причин Называется религия сикхов А, то есть он сикх... Сикхизм, да Если он ходит в тюрбанин, то... Сикх? Не, сикх... Ситхи Ситхи, это другая вещь Это больше к просвещению относится Так вот, и он рассказывал, что когда он приезжал в Индию С этой бородой своей Его волосы он тоже не стриг, соответственно Его там либо принимали за бомжа, чаще всего Что вполне логично Либо за мудреца какого-то Что, типа, он все знает И подходили с вопросами Типа, там, ну, что ли, не о смысле жизни Или что-то такого плана Сикхи очень следят за всем своим волосяным покровом Верят, что там энергия, наверное, какая-то Именно То есть они со всей этой энергией пришли С ней же они и уйдут Я как-то раз ходил в какое-то есть кафе Типа индийское, там что-то кришно, шмишно И там чувак выступал Там Ирана Понарошку была Она как бы просто про вегетарианство рассказывала А еще какой-то чувак был Он, видимо, прям очень-очень увлеченный Он в одном предложении противоречился об себе Он говорил, что волосы не нужно стричь Потому что там энергия Но при этом надо стричь на волосы Потому что это тоже энергия Короче, в общем, надо быть волосатым и лысым одновременно А в это время у меня уже нормально отмок рис Я его сейчас промою хорошенько А я лук порезал Управляется в блендерную тарелку Дай им чеснок И чистим его Ладно, я сейчас пока займусь рисом Подсолим воду Забросим и доведем до кипения И 15 минут будем варить Теперь добавляем целый лимон в молоко Лимонный сок, точнее, не целый лимон Целый лимон добавлять не надо И что, он будет там сворачиваться тут же? Ну, не тут же, но через несколько секунд То, что иной раз кажется То, что свернулось молоко О нет, черт что же делать Да, для индийца это обед Да Первое, второе и третье Посмотрите, у нас прекрасно свернувшееся молоко Только это не означает, что нужно брать кислое молоко Которое у вас три недели простояло в холодильнике Нет, с ним ничего делать не надо Возьмите свежее Слушай, но при этом молоко не должно быть стерилизовано Или пофиг? Пофиг, а вот что-что То вот с этим в данный момент реально пофиг То есть лимон свернется, кого хочешь? Да Дальше мы его отсаживаем Очень важно использовать очень-очень чистые марли или что-нибудь Сливаем А, мы жижу убираем и оставляем только свернувшиеся вот эти вещи Сказать, что это выглядит отвратительно Это не сказать ничего Творожок Практически творог, но и не творог Потому что творог это все-таки Там у него своя бактерия какая-то А у нас тут нет бактерий Так, раз Кладем сверху тарелечку Сверху тарелечку И сверху мисочку с водой Оставляем наш будущий панер где-то на пару часиков, чтобы он нормально охладился А потом убираем в холодильник и утром можно есть Теперь давайте посмотрим, что у нас в итоге получится Это я приготовил предыдущим вечером С рисунком марли бесплатным Можно я попробую еще? Да Ммм, адыгейский Практически Точность Ладно, рис пускай готовится, нам сейчас нужно все пробландерить В это время занимайся шпинатом В чистом виде просто отрежь у него все и измельчи как-нибудь, его мы тоже будем блендерить Чеснок, имбирь, лук Вброс осуществляем Таки оп, и вбросили Так, растительное масло Это вовсе даже и не оливойл, и не экстра вирджин Нет, это еще какое-то дешевое Потому что в Индии все дешево и просто Кстати, да Вот что-что, а масло там дешевое Все остальное там очень дорого зато Но сыр реально дорогой Так, Саша пошел блендерить А я буду рубить шпинат Сильно рубить его не надо, потому что мы будем блендерить И аналогичным образом вступаем со всем остальным шпинатом, которого у нас тонна То есть это рецепт, который нереально сделать без блендера В принципе, все то же самое, можно порезать мелко-мелко Но тогда у вас получится не соус, а просто с овощами Так, шпинат скидываем в блендер Туда же добавим чили-перец Нарезать его? Да На мелкие куски там нарежу, чтобы Измельчит уже блендер Да Рис у нас готовился минут 15 Теперь еще минут 15 пускай постоит, пропарится Немного воды, чтобы лучше взбивалось Потому что мало жидкости Именно В это время режь панир где-то на 2-х сантиметровые кубики Давай покажи мне Все разрезаю и нормальницы третьи Они на прекрасные кусочки себе режутся Однородная жижа Однородная жижа Сначала мы немного будем прогревать лук, чеснок и имбирь Потому что им нужно немного приготовиться А шпинат будет готовиться у нас меньше Чтобы он витамины не потерял Панирчик выкладываем А Саша меж тем Я отправил нашу луково-чесночную смесь на сковородку Добавь небольшое количество масла Это мы как бы пропариваем, получается, даже не поймем, жарим Нет, мы ее протушиваем Протушиваем жидкость На небольшом огне Кстати, одного ингредиента мы не сфотографировали в итоге, но Он добавим, да Любовь Ты почти угадал Почти везде Для того, чтобы придать более индийский вкус блюдам Добавляйте сливочное масло Наверное, килограмм чили Килограмм чили это вдобавок Это его невидимо надо добавлять, да А ты устал уже от остроты, наверное? Да Просто раньше, я помню, ты любил острое Не, я и сейчас люблю такое Умеренно острое Острое по европейским меркам Да По индийским ты, наверное, любишь вообще без чили Все, добавляем в шпинат Мне кажется, у нас молекулярная кухня Добавляем шпинат в лук Одну жидкость в другую И теперь чуть-чуть еще немножко подтушиваем Ну еще минут 5 точно оно должно у нас прокипеть Добавляем пряности Для начала гарам масала Гарам масала добавляется практически в любое блюдо, которое называется масала Рисопись в состав Кориандр, чили, корица, листья карри вот эти Сушеная манго, лавровый лист Зира, видимо, жира Жира, да И что, сколько нам надо? Гарам масала? Я думаю, где-то пару столовых ложек Она не острая, да, особо так? Ну, давай попробуем Мне в магазине сказать, что не острая Мы могли обмануть эти индийцы Им нельзя доверять Кстати, нормально, приятно добавлять Одну ложку сначала гарам масалы И вторую ложку гарам масалы И туда же листья карри Выглядят они вот так Ну, они реально выглядят, как просто листья, которые можно есть Солим по вкусу Добавляем кокосовое молоко Так, весь тот чили-перец, который добавляют Его смягчают либо кокосовым молоком, либо сливками, либо йогуртом, либо сливочным маслом Теперь, после того, как соус готов Да Мы подготавливаем паниру, это минутное дело То есть жарим сыр? Да То есть этот сыр не будет плавиться? Нет, он будет давать хорошую румяную корочку Получается у нас жареное молоко Да Реально жареное молоко Пахнет, кстати, очень-то неплохо даже Смотри, а Смотри, какая корочка у него получается Я специально взял половник под цвет соуса Так, еще? Да, хватит Две, два половничка Зеленого Да, и панирчик сверху Так И аккуратно кладем панир Аккуратно, потому что красиво должно быть И палак панир готов Ну что, едим? Давай Давно я этого не говорил Едим Едим Так Вкусно Девольно просто Главное Сухо Я бы даже еще немного добавил остроты, но и так хорошо Я понимаю, что у тебя уже травма, наверное Дырка в желудке От острой пищи Нет, вока, кстати, нет Соус еще остался, да? Да Немного есть Отлично Так что у нас вечер еще панир будет готов Можно будет доить Но вам это неинтересно, потому что мы это снимать не будем Позавидуйте Ну что ж, довольно-таки неплохо Сказал он Смотрите на тарелку Он съел это в три раза быстрее меня Я вообще ем быстро Ну и к тому же, посмотри на себя Смотри на меня Жир, жир, мышцы В три раза быстрее ест Это в коже, кости В общем, ладно Всего хорошего Как там? Что-то в Фейсбук, Вконтакте Ля-ля-ля Ставьте лайки И не забывайте про группу Кугуд Потому что у них тоже есть группа Вконтакте И до новых встреч Я еще здесь Да, Саша пока тут, так что все нормально С индийской кухней В скором времени у нас будет полный порядок В стране, я имею в виду Так, то есть пока у нас кашковал панэ Как... Что? Ты про что? Сейчас Кир... Ты... 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 Ты о чем? О молоке? Капот? Капут? А, или то, как блюдо называется Кам... Блин Как называется блюдо? Блюдо называется Палак-панир Палак, вот это слово Панирка понятно Мне кажется, это видео просто никто вообще не смотрит сейчас Потому что оно еще снимается Вот почему его пока никто не смотрит Вот ты так никогда не станешь YouTube звездой Он думает, что сейчас видео снимается Мы-то с вами знаем, что вы его сейчас смотрите Мне кажется, это видео сейчас никто не смотрит Потому что никто не понял ни одной буквы, которая написана в названии И все-таки... И дальше промотали И будут опять писать Где Саша? Где Саша?